Огромное спасибо вот этому вот чилику за помощь в написании сценария и мотивации выложить этот ролик. После прекрасного города Люэ мы отправляемся в Инадзуму. Инадзуму не получится просто так войти. Для этого тебе понадобится разрешение и паспорт. Мы отправляемся в Инадзуму. Поклоняйся, овоща! Там мы встречаем паровозик Томас. Тома. Хозяюшка Суперняня, папочка, мамочка, брат, друг и просто хороший человек. В отличие от Толяны не бьет женщин. За исключением вот этой вот дамочки. Иди нахуй! Сёгун, Маката, Райдин, Пидор. И вот они BTS слева направо. Еммика. И отдала ей свое сердце Бога. Пожертвовала всем, что у нее было. Призналась в любви и пососалась с ней. И я, Мика. Отдала сердце Бога взамен на путешественника. Ё-моё! Или Эмбер, которая женилась на Кли, делает бабах-бабах по всей стране. Да, вы меня правильно поняли. Это она тот самый человек, который в Новый год в 4 часа утра, когда все ложатся спать, пуляет фейерверки. Сара продолжает наш парад животных. Ворона. Служит верой и правдой Сёгуну Райдин. У нее нет друзей прямо как у меня. Это. Это любят жуков. Жуки не любят это. Это было грустно. Поэтому печенька подарила это киндер сюрприз. Раскрыл это киндер сюрприз. А там... Пиздец. Там оказался ребенок. А о чем ты мечтаешь? Я мечтаю быть большим. Большим? Ага. Скомаруш. Чтоб его в доме не было, а на улице хоть ебитесь. И сдохни, и ты, и он. Это не мое дело, но ты сволочь. Ты на покроге плохом. Я тебе прощать, блять, не буду. Какоми. Божественная жрица, великий стратег и просто стиральная машина. Нежная, добрая, в свое свободное время разрабатывает стратегии и играет в доту. У нее есть свой собственный пес по имени Гарик.Гарик. Собака Гав-Гав-Гарик усердно делает вид, что должен быть генералом-фером, но по правде его призвание это быть аниме-девочкой-собачкой Гав-Гав. После этого мы встречаем Вайфу Анечку. Анечка. Принцесса, которая с первого взгляда вкрашилась в Гага, а путешественник упорно франзонил ее так как в его мире может быть только одна светловолосая маленькая девочка. Но Анечка не сдалась и станцевала брачный танец, перед чем путешественник не смог устоять. Но после этого пришел Антон. Путешественнику стало плохо от Инадзумы и цирка происходящего в нем, что он посидел и отправился обратно в Льюэ, а Мон нашел Шэньхэ. Шэньхэ. Сильная и независимая женщина, которая разговаривает с птицами, живет на горе, за традиционные ценности, и всегда будет защищать своего братика от пидоров. Кили Чурл. Обычный русский пацан, который не заслужил такого отношения. Настолько заебался, что начал принимать наркотики у Гидромага Бездны, но потом он увидел, что Гидромаг Бездны пидор. А настоящие пацаны не могут быть пидорами. Поэтому он бросил наркотики, накачался, и бросил Гидромага Бездны через прогиб. Сейчас его боятся все в округе, а девушки сами приходят к нему. Но ему не нужны какие-то там девочки, ведь есть его пацаны, которые всегда рядом. Юнь Цзинь. Юнь Цзинь работает йоперной певицей, где поет очень осмысленные песни.